К вашему влиянию, скажем, или нашему общению с вами, я тоже в свою жизнь как бы подретушировал. В каком плане? Я тоже стараюсь теперь брать за авторитет только Библию. Пророческие книги, деяния, послания, Евангелия. То есть только то, на что я ссылаюсь, уже вполне безошибочно. Если, как зато, говорите, не согласны с Словом Божьим, не верьте. Поэтому эти проповедь, скажем, свою, я всегда приглашаю это отпевать. Допустим, ну там разные смерти, молодые, старые. Я просто вижу как повод, может быть, я не помогу уже этому умершему, но мне не дано знать. Крещеные там, ну разные бывают смерти. Кто-то и в храмы не ходил, но все равно. Здесь я для себя вижу только момент, когда можно их призвать к покаянию, призвать к вере в Бога, к любви к Слову Божьему, какие-то цитаты привести. И стараюсь запоминать им, чтобы как-то их объяснить, чтобы, ну хоть как-то, так их не заманишь. Школу, слава Богу, вот школу у нас приглашают на выпускной, там последний звонок, там первый звонок, первый сентября, там всегда у нас такие хорошие отношения. Всегда стараюсь уже брать в основу, в своей проповеди закладывать, ну какие-то тексты евангельские, чтобы на что-то ссылаться более такое авторитетное. И вижу, что действительно только вот так можно, не своим ответом головы своей словами, а Словом Божьем. Причем замечаю, батюшка, вот тогда-то сказали, это вы пять лет назад или десять отпевали, вы помните, вот тот и тот сказал, я удивляюсь, как они помнят, что я сказал, что я прошло столько лет, я, конечно, ничего не помню, значит, думаю, в тот момент каждый раз иду, прошу, чтобы Господь дал какое-то слово разумения, что им сказать. Думаю, только вот так вижу повод для проповеди, отпевания, где какая возможность приглашают, там освящение, там свадьба, поминки, там или что-то еще. Я использую только исключительно для вот таких благовестнических своих уже пасхиных трудов, потому что в этом не просто, там покатить деньги, сорвать это мне уже, сколько Бог надо, сколько дает нам. Но, слава Богу, и благодаря вам, я, так сказать, уже и отца Андрея. Это наоборот здесь, оставить, сфитографирую. Тульская психотерическая больница. Вот эта больница построена 100 лет назад, в ноябре, в прошлый год мы отмечали, на дефектном кирпиче, то есть каменью, Николай Петрович. У него, по-моему, дочь была больная психически, и он решил, если построить больницу, ну, как ради этой больной, дочери и для других. И он нашел, значит, где был забракованный тут же нижние присады, был кирпичный завод. Все там, глина у них, все было, делали кирпичи. Но он, скажем, из 10 каких-то тестов испытать, их выдержал, скажем, там 7-8 испытов. Там на твердость, на хрупкость, на морозостойкость, на влажность, на что-то разное. Его забраковали, и он выкупает этот кирпич бракованный и строит эту больницу. Это большущий комплекс, вот детское отделение, подростковое там отделение проехали. Тут есть убийцы, которые, ну, их, по-моему, не вменяемые, все. И вот это на этом бракованном кирпиче, больница уже столетие отметила, да это они еще не следят, если бы своевременно, там, знаете, кровли там смотрели, штукатуру как-то, она будет стоять еще века. При том, что как у нас относятся к строениям, и то она уже сто лет отметила, стоит. А современный кирпич, он, конечно, более низкого качества. Так. Вот вы знаете, Игнатий Ильич, мы что начинали, мы начинаем сюда с молебнов. Вот этот дом строить. Он будет приходу принадлежать, мы его еще не оформили, но он будет принадлежать приходу. Колокольню, даже пруд мы строили, мы начинаем с молебна. Народ, выходим сюда и служим молебен. Господи, благослови. Если есть твое благословение, ты упрай все. На меня тут в суд подавали, 600 тысяч, 630 тысяч, на миллион, 650 штрафу на меня написали, что я выпилил вот эти клены тут. Это зараза клены, это вот он, смотрите, вот участок я оставил. Что здесь было, вот возле дуба? Вот этот участок, вот видите, вот это был сплошной клен здесь. Он растет, как трава, это зараза, везде. И от него никуда не избавишься. И я их повыпилил тут, так на меня тут подали в суд, а мама умерла, я уехал на похороны. Таскали, таскали. Потом, правда, глава администрации, милиция за меня заступили. Хотели меня судить, я им сказал, что я не вредю. Я дил, вы видите, вот елки, сосны, туи, мы делаем хорошую зону. И тут потаскали кругом меня. Ну еще, спаси Христос, перетаскивайте воду, открывай. Чтобы понять этот поступок, простому смертному не понять. И в одном месте, этому эфесиану, я нашел апостола Павла, когда он говорит, «Я преклоняю колено предотцом Господа Иисуса Христа, чтобы додаст вам укрепить благодать во внутреннем человеке, и веру вселиться в сердца ваши, чтобы вы укрепленные, укорененные в любви, масли постигнуты со всеми светами, что есть широта, глубина и высота, превосходящие разумение любого Христова». Эта любовь превосходит разумение. И чтобы это понять, надо и крепко молиться, и любовью в сердце Иисуса Христа вселиться. И только тогда мы можем уже на уровне святых понять, «Почему? Какая же высота любви Бог отдал?» Игорь, возьми у меня. Сфотографируй нас. Я когда понял эту мысль, до меня дошло, что это настолько непостижимая высота любви, чтобы единственное, вот любой, сейчас скажи, что отдашься на свое к этому изюрам, да ты что, открестишься, сказать нет. А Бог же все-таки поставил, насколько Он возлюбил нас, и чтобы нам эту понятию, высоту и широту, и долготу этой любви, говорит, непостижимую разумом любовь, нужно крепко быть Духом и подтвердить свою любовь, и только тогда можем исполниться всей благодатью познания этой любви. Правильно я понял? То есть невозможно просто объяснить, это нужно особый образ жизни, крепкая любовь, вера в Христово. И тогда мы поймем, насколько у нас грешников Бог любит. И ведь не наказывает нас за каждый наш грех, и даже за тяжкие грехи не наказывает нас. Тут вот что еще, что Бог знает, что даже те убийцы, какие совершили столько преступлений, они имеют шанс когда-то покаяться и посылают. Поэтому это не просто, а может покаяться. Многие люди дошли до предела безумия, убивали священников, а потом покаялись. Убивали пророков, а потом покаялись. Это житья об этом говорят. И поэтому намерение сына, что они устыдятся, отдельных личностей коснулось. Нет, это как спасал, уже убивал. Да, да. Ну, уже тут в красноречиве не скажешь никуда. Раз были образцы, допускают что-то кодаться, но никакие меры там, конституции, какие-то новые эти законы, чтобы это оградить от этих, от насильников, от этих пидорасов, ничего не поможет. Пока у человека Бог не коснется сердца, он будет искать и зашляться, где и что сделать, какое преступление, где можно совершить грех. Поехали, братья. Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо фотографировать меня. А мы вас и не фотографируем. Нет, я боюсь. А что думаете? Посадите. Живите меня. Да что же вы такой лед? Играйте. Поехали. Только, Даня, вы прям поздно мне дали эту смс-ку-то. Я ее пока прочитал. А мы на углу ищем там, на повороте тебя. Да я только выехал. Я выехал, я туда, думаю, Инна, хорошо. А женщина не держась, держась и прямо там, там водишь. Все правильно. Да. Вы знаете, как Бог убрал. Что я тебе должен ехать в леске по поводу документов, позвоню с обеда, не звонит. Значит, так, гу-гу. Потом мы расскажем, что ты так. Давай, любите. Пойдемте ко мне. А вы за нами ехайте. Дайте поприветствовать братца. Да. Спасибо, Господи. Вот Володя, я знаю, Паченко. Иди тебе, Господи, братец. Давайте, садитесь. Поехали. А он... Воскресенье, по-моему, была передача Михалков. Интересно, он такую мысль искал. Хороший дядь, умный, я его позавлажал. Что он говорит? Коснулся этих писсерей, этих вертихвосток. Значит, кто судит, там не судит, там... И написали в защиту их аж 26 тысяч, там... Это 26 тысяч у нас таких, которые разделяют это хамство в России. Ну, видать, по интернету. И, значит, 103 человека, московские там, актеры, там, дети культуры, там, какие-то науки, там, обратились в органы юстиции, с тем же не судить их, отпустить, они никакой вины, они нет материального ущерба. И этот говорит, Никита Михалков, о каком материальном, там, вот, когда тебе плюнут в лицо, ты можешь говорить, что тебе материальный ущерб какой-то? Они просто плюнули в душу русских людей, вообще. Я бы их не судил, не хочу судить. Но я только одно хочу. Давайте мы их выпустим, привезем их к Стене Плача в Израиль, и скажем, сделайте то же самое, что вы сделали в России. А еще лучше вот рядом мечеть Амара. Вот, давайте, туда завезем вас, и вы сделайте этот же молебен, если вы считаете молебеном, то же самое, вы вас распускаем, никаких вам мер, причиняя, наказания не будет. Тогда посмотрим, говорит, мусульмане, исламисты, раз и навсегда показали всему миру, что будет, кто коснется их святым. Играйте, Крич, ее не закроют, не спешите. Вода будет все равно там. И вы знаете, мне понравилось, он, разве ум-то, это дядька сказал. А ты давно уже говорила, было. Нет, вот только. А я слышал это месяца два назад. Когда меня спрашивают, я даю точно ответ, что нужно делать. Вы что говорите? А? Вы что говорите, советуете? Что делать? Да. Закрыть храм Христа на замок. Ну, почему? И все. Закрыть, и месяца три молиться снаружи, как оскверненные, молиться об освящении. Ну, это уже. Павел ввел трофемы, увидели, и храм точно закрыли евреи. Просто и понятно. А уже суд будет решать, не наше это дело. Судить кого-то, и проще, Бог разберется. Не виноват. И на воле сегодня молиться. А народ всегда расположен к страдающим. И вы видите, весь народ обратится к церкви. Да. Лицом. А не то, что как патриархам сказал, что против патриарха там стояние, там это. Что же не платят церкви, против патриарха. Против этих двух часов. Не, не, не за счетовство. Не, не, не за счетовство. Ну, это все, знаете, нужен был повод, кстати, это тоже. Постойить церковь с государством. Просто. Им нужно соединить. Поэтому нашли у патриарха там эти часы, там какие-то. Да и не в патриархе, не в президенте. Дело в том, что нужно столкнуть церковь с обществом. И они ищут поводы. Конечно, часы там эти какие-то дорогие. А общество, общество, церковь это разное. И не надо думать, что Бог сказал, идите в этот мир, и все будут овцы. Он говорит, посмотри, как овец среди волков. Государство это волк. И оно обязано... Ему назначена роль такая. И мы должны нести спокойно то иго, которое Бог на нас возложил. А начиная теперь, надо там общество, что... Я отвечаю, очень просто. Сложиться вместе, собрать денег и купить большой амбарный замок. И храм Христа на замок. И сколько? Три месяца молиться на здесь. Его увидели, а после надо отрестить. А за все время... Понятно, это тоже, если так, конечно, сделать, то... Как это было... Вы возьмитесь, как? Неужели... Да где? Это мысль-то хорошее. Как? Вот это осквердение аж на три месяца закрыли. Да вы что? Да это что же? Это преступление. Вот тогда народ обратился. И по этому преступлению, их, говорится, дома задушат. Мысль-то хорошее. Поэтому надо молиться, чтобы они были живы, никто их не трогал, они к Богу обратились. И это возможно только тем путем, который указан в Библии. Храм Христа Спаситель на замок. Где-то заходили, там в алтарях уже мочили, еще так и нет. Все храмы закрыты. И молиться три месяца снаружи. И Господь усмотрит. Я сейчас сюда дамил, а потом отсюда туда. Давай. Собачка добавила. Добавляй, добавляй, не бойся. Добавляй. Нет, наливать. Мне наливать тоже неудобно с конистой уже. Давай. А что тут не понимать-то? Апостол Павел, когда на него закричали, и храм закрыли, точно двери были заперты. Что он вел в храм Трофима, я сквернял. Да. Ну вот и все. Так, уходим. Помолимся давай. Давай. А у нас там, там, где монахинь выводили, расстрелили, прямо на этом месте источник. Его долго с города свалку возили, возили, а он из-под низу убивает и убивает. Так не могли. Его никак нельзя задержать. Он то на метр выше, то ниже. А сейчас большое расстрелку у Христа сделали из дерева. Я даже знаю наших членов общего дела, вот мы к нему. Ага. Господи, благослови это место. Да. Благослови Трофима. Помоли, помни нам о древности этой же еди. Садилось, чтобы душа наша издевала добрую воду. Дух Святой источал мудро через ста верных твоих. И позволил нам прибыть на это место и получить благословение от тебя. Во всех наших делах ты царствуй, чтобы Дух Святой вел нас к желаемой пристани, царствуй по Ему. И при ближайшей встрече ты сам устрой. Ты от страшных опасностей и трагедии избавил нас в пути. Благослови нас, как благословил выход, благослови ход и возвращение. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы уходим. Уходим, огородом. Так, берите кто-нибудь. Каждый свое. Ну, а злые делайте, помните, что это на стене кубьем и нас завладеем. Я вопрос задаю слушателям. Поехали как-то с детьми в школу. Мы ездили со школой. Дерево ездили. Проезжали мы. Чернигов. Ну, а такие там проезжали. Муром. Я им рассказываю, пока едем. Или вы скажите. У меня вопрос такой вам. Вот смотрите. Перейдем на наш современный такой язык. Эту притчу. Вот представьте, действительно. Сделал человек дачу, купил там, работник поднял. И вдруг посыдать за плодами. Убили одного, второго, третьего, поубивали. Какой наивный отец получается. Вот единственный сын, и он говорит, устыдятся. Да надо к какому основанию они устыдятся. Почему он посылает отца сына. Единственное. Встал бы ты и сказал, давайте так. Вот у тебя сын. Ты б встал, да нет, я б не послал. Близко нельзя допустить. Они уж явно что убивают. Ну да. Ну понятно, что там... Палачок-то из изверги. Так нет. Я задаю... Отморозки. Настоящие. Так я говорю вопрос-то. Почему отец, отец послал сына к этим извергам, убийцам. И на что он надеялся? Что они устыдятся, но наивные же это думают. Правда? Да. Они не знают. Я говорю, вы знаете, я тоже не знал, а потом нашел ответ. Понимаете? Оказывается, что бы. Сейчас. Проповедь должна быть 10 минут. Пока видите, когда у нас всегда научили все. 7, 10, 12. Самое многое 15 минут. Это уже много. Я смотрю это поучение этого Антония Блюма. Они буквально вписываются в это 7-10 минут. Буквально. Но когда читаешь вашу пробу, там 4, 5, 6, 7, 10, 12, я думаю, это невозможно. Вы под этим, но вы не обижаетесь. Крайность. Вы сказали, что апостол Павел сидели там до полночи, пока юноши в технику не выводился. Это все одно. Но храм. Я говорю, до тех пор, 7-10 минут у меня. Как только первый прихожанин или в сторону повернет, или сюда. Я понял, уже конец, надо закругляться. Конечно. Наш митрополит говорит, 30, 40, 50, час манек. Скажи. Ой. Изнывают люди. Я думаю, неужели при его образовании. Прости, Господи. Я не сужу его митрополитом. Он, видите, сейчас пусть. Но когда ты видишь, что... Или он, как знаете, соловей, который поет, услаждается. Я не пойму, почему он говорит, не видя реакции своей проповеди. Его не слышат. Его не понимают. У него такой возводитель. Такой лексикон, вы знаете, это эмпирическое восприятие в христологическом образе. И там накрутить такие слова, что ну как могут люди понять, простые крестьяне стоят. Я его не понимаю. Я молюсь сейчас, он стоит, я даже бывал так, что, Господи, прости меня, ну пусть он окончит. Я вам говорю, что не потому, что я его почитаю, хоть он не очень ко мне, скажем так, благоволит, как это, но я не знаю, почему. Даже я знаю, я не буду озвучивать причины. Но я его чту, я его признаю своим архиереем. Я буду всегда, чтобы он со мной не сделал, я не выйду из этих рамок. Плохой, хороший архиерей дается Богу. Вы патриарх, Бог напомнился. Но когда он не понимает, что его не слышит народ, и он говорит целый час, дьякон научился стоя спать у нас, допустим, протодиакон. Иногда они сядут там на подоконнику, аж храпят, умудрятся, и подиаконы там. Ну понятно, что здесь что-то не то происходит. Я могу сейчас продемонстрировать, его пойдемте докосить и дам, послушайте. Он и такой же. Он о чем говорил, переспорчиво никогда не понравилось. Нет, ну длинные проповеди нельзя на это. Пусть две проповеди, но говори 5-7 минут. Даже знакомые говорят, ой, да кто там, архиерей служит? Я говорю, да, ой, я не пойду, почему у нас-то праздник? Нет, не пойду. А не пойду почему? Пусть есть, да, проповедь не ходят? Из-за его проповедь? Ну выйдет, что, ну не поймем, что. Я в прошлом году, или позапрошлом, на Рождество говорю, СМС посылаю губернатору, Вячеслав Дмитриевич. Ну и так, в шутку, Вячеслав Дмитриевич, приезжайте ко мне на службу, на ночную. Там метрополитическая служба будет долгая. Мы уже в полтретьего все окончим. А там, что, до 4 будет служба, да еще проповедь целый час. Он взял ко мне и приехал на службу, мы не ожидали. Ну правда, побыл, поехал потом к консультуру, там еще туда. Поэтому я говорю, ваши проповеди я читаю, но мысли беру оттуда. Но длинные проповеди, вы мне не говорите сейчас, я не уловлю это, размоется все. Нужно 2-3 мысли. Я стараюсь всегда проповеди делать схему. Начало, середина и конец. Если я сбился и вышел из этого графика, очень сложно, бывает такой провал памяти возрастной. Говорю, говорю, знаю какое-то излечение на память. Ушло. И начинаю уже тогда хаотично, и потом вспоминаю. Говорю, я сам вспоминаю, чем я должен окончить. Длинную проповедь. Вы мне много сегодня скажите. Надо дай бог сейчас обвозговать и построить. Чисто так вот мысли эти высказать о покаянии. Знаешь, я высчитал проповеди Златоуста. Здесь я вам дам свободно выступать, простите. Там давайте я сам как получится, так и скажу. Нет, я вас попросил. Здесь я, ну скажем, настоятель храма своего. А там я чисто так. В домашних условиях мы договорились, как начать занятия. Начать занятия. Вот это вот корень первоначально. Я Златоуста в грешенском переводе посмотрел, сколько у него букв. Сравнил с русскими. Разница, коэффициент вывел. Учитывая, что тогда монетофона мне было записывали нотарией, мы можем предположить, что запись примерно 0,86 выходила только у него. Остальное было утеряно. Теперь мы не знаем, как он говорит. И то, 12-омов. Ну, то есть, чтобы высветить, я как следователь должен был рассудить это дело. Я нашел, что средняя проповедь Яна Златоуста была 33, примерно с половиной минуты. Каждая проповедь. Были проповеди больше, были меньше. Ну, я специально много занимался Златоуста, насчитывал. И поэтому сказать, сколько чего нам нужно, можно за 5 минут настолько утомить, что человек не знает, слушал или не слышал. И можно 30 минут, то люди до конца рукоприскали, он говорит, чего рукоприсчики. Согласен. И каждый раз, они ожидали на выходе, на тарию, тут же продавали то, что написали. Ну, тиражировать не могли. Слово должно быть живо и действенно, привязанное к сегодняшнему дню. Вот я, допустим, берусь на завтрашний день рождения на Кресителе. Я тебе сказал о чем. Тоска в народе правды. Люди устали в этой лжи жить. Ну, кто бы вышел и сказал. Наконец этот пророк появился. А мы его память празднуем. А Янглазову, говорит, празднули святому. Лучше это подражание ему. Что толпы, если обливаете другого водою, говорит Иоанна Кресителя, а живете, как обыкновенные в антимстайке. А ты подражаешь ему? В первую очередь, от многого отрекся. Второе, видел неправду. Не играл в собственной совестью. Несмотря на последствия. Он знал, что его не послушает. Он не мог не знать. Зная злонравность ирода. И что он на поводу у жены идет. Но, однако, он шел до конца. Вот это у нас нет. И поэтому наше празднование, оно уже бывает грибобокое и лукавое. Один раз нужно перешагнуть. Я должен сказать все. Последствия, последствия меня не интересуют. Последствия берет Бог на себя. Дальше сказали. Я его уже отшлепил. Мухобойки и тому другое. А сегодня говорят, ребенка накажет, убежит из дома. Наказать повелевает Бог. А что убежит, Бог берет последствия на себя. Вот надо как рассуждать. А тогда, я просто подчеркнуть хотел. Теперь. Вы дорогой сказали о десятине. Помните это? Да. Я просто разговаривал с людьми, которые... Скажите, вы делаете различие между благословением и проклятием? Ну как же, это же... Ну а что именно такое благословение? Вы попробуйте поговорить с людьми. А они кромочкой-то могут ответить. Ты покажи на основании Слова Божия. Это разумение Священного Писания. Благословение. Уши мои открыты, слышать Дух Святой, что скажет. Уши мои открыты к тому, чтобы сказанное воплотить жизнь. Если ты это слышишь. Это благословение. Дети будут у тебя послушать. Ну и дальше все перечисляют. А проклятие? Ну проклятие будет наоборот. Скотина подохнет, жена бесплодная, дом развалится, враги всего тебя заберут, пойдешь в плен. Ну перечисляй где-то, что такое проклятие. Теперь, народу, а что вы хотите? Благословение или проклятие? Чего спрашивает-то? Христос спрашивал, хочешь ли быть здоров? Чего тут спрашивают-то? Какой больной хочет быть? Ну хочешь ли быть? Ты в простоте ответь. Да, хочу. Хочешь ли благословение или проклятие? Я людей спрашиваю, с кем близко. Конечно, благословение. А знаете, как его получить? Ты думаешь, батюшка, благослови, Бог благослови. Но он даже не знает, куда ты пошел. В какой винный магазин, бутылку покупать. Вы в это не верите. Благословение Бог дает. И вопреки вашему благословению, Бог ничего не даст. Почему фиатсан, затворник говорит, батюшка говорит, благословляй. А Бог скажет, не благословляю. Что сбудется, твое или Божие? Ну просто. А как благословение? Я знаю, вот это начальное. Сначала благословение, вот это благословение. А вот остальное благословение будет посередине. Первое благословение Авраама. И оно выглядит очень непритязательно. Просто сказано, как бы располосим воздухи. Но оно коснется каждого, коснется и тебя. Сейчас, сразу. Никогда не проклинай народ Божий евреев. Благословляющий тебя благословен будет. Проклинающий тебя будет в рот. Считал? Все. На этом остановимся. Еврейский народ не прикасает. Они обобрали, они там взяли. Повторяю. Ты можешь только благословлять его. Как? Господи, откроем глаза. Что они делают? Как они издеваются над русским народом? Сто миллионов жертву принесли, когда советский предсказал. Они все раздирают. Ну обрати их, коснись их Духом Святым. Допознают они своего истинного Бога, Мессию. Вот благословение. А в том, что бей жену, спасая Россию. Второе. Заканчивается Библия. Верседове. Хайхошель бил благословен. Третья глава. Господь обращается ко всему народу и говорит. Вы, весь народ, вдова Неванежа, проклятим, проклятым, проклятым вы. Народ и другому. Почему? Вы, весь народ, обкрадывайте меня. Чем мы обкрадываем? Десятины и приношения. Принесите десятины в Дом Божий. Не открою ли небесные окна для вас, говорит Господь. Люди говорят. Вот я сколько купил свечку. Он, Бог, не сказал о торговых операциях. И о том, что вы здесь будете выдворять. В Дом Торговли вместо Дома Молитвы. Главное, это в том, что 100 рублей, по кресочкам смотри. Они в 100 рублях, 90 мы, 10 Божьим. Иначе как бы я Бога обкрадывал-то? Десятины обкрадывайте. Это мое изначально мне принадлежало. Ты бы не заработал. Я тебе дал. Я тебе дал, а ты ее не отдал. Десятина, это принадлежит. Вот сюда вот группу нужно положить. Вторая десятина. Вторая десятина, это Тавит, один гость. Она принадлежит на постройку, храму, все остальное. И третья твоя обрабольная, нищая. Вот как. Я рассказываю людям, когда они против там что-то. Я нынче только одного человека встретил, который понимает это. Я ничего не знаю. Столько-только покаялся. И вдруг заговорили о десятине. А что это такое? Это десятая часть. Я подумал, господи, дай мне понять. И вдруг у меня как ваша молния в дерево ударила, расколола меня. И я решил отдавать девять десятил. Я пятьдесят лет прожил летом на каре. Вот почему я ничего не могу есть. Ничего. Потому что у меня все ушло не так. Девять из девянос... Став уже девять. Девяносто я отдавал пятьдесят лет всегда. Поэтому на двух, на трех работах работал. И людей, которые одну десятину не хотят отдавать, их оборудовать ничто не может. И нынче вдруг мы встретили среди сектантов. Один работает. Девять ребятишек. Последний у нас вообще и девятеро. И он мне говорит, а я всегда плачу пять десятин. Я за пятьдесят лет только одного встретил этого сектанта. Так у батюшка, я говорю, он в этом такой жил. А тебе не дано рассуждать об этом. Бог повелел. Ты не мог даешь, а Богу. А куда ты снесли, он показал. А куда вы деньги девали? Батюшки все не отдавали. Я давал сколько положено. А остальное мы собирали и отдавали ваптистам, которые печатали в тайном подземельях Евангелие. Их сажали, их давили. И эти Евангелия пошли уже от моего имени в народ. Почему у меня дом сегодня полная чаша? У меня столько книг, ни у кого столько нет. Я просто назову только пятьдесят тысяч экземпляров. Ты же понимаешь, что это такое? Это Бог делает. И когда ты для Бога избрал этот род, я всегда должен был разобрать еврейский народ и отдавать десятию. Все остальное входит в это. А как книги связаны? Хочешь быть благословленным? Благословляй. А как враги? Врагов нет. Они есть, но они не враги. Зато у него есть такая проповедь. Такая проповедь говорит. Зло люди могут тебе творить, но сотворить не смогут. То есть они намеренно, они стреляют, они поймали, там, дочь твою убили, а тебе не сделали зла. Потому что ты отблагодарил Бога, это пошло, как имя, как жертва вещания. И люди, ты говоришь, вот он упал, заснул, не заснул. Ты будешь видеть кающихся и рыдающих. Плачащих и восящих перед Богом. Мне однажды Господь позволил быть в городе Кызыль, это Хакасия. И меня пригласили на собрание вовсе соотделённое. Они говорят, мы разделились, у нас такая вражда идёт от зарегистрированного. Чей наш? Наш, наш, всё наш. А меня привёл один туда человек, а никто не знал, и даже он не знал, что я православный. Попросили выступить. И они для общины прибирились. А какой плач у них стоял, они так молились Бога. А в дальнейшем один из них, пресвитер, который был, взял со священником, пришёл. Пригнал православную веру. Слава Богу. Вот об этом относительный, я предвестительный. Скажи, я призываю вас. Ну хотя имеем всё это наслаждение, научиться жить бедно. Довольствица малым. Каждый день смотрю на это отрешённо. И это не моё, и это не моё. Я всего лишь сидеть. Бог дал мне правильно распорядиться. А распорядитель в доме его. У людей так-так, это моё. Слово моё должно быть истреблённо, оно не моё. А оно изначально не моё. Давайте помолимся, Игорь Михайлович. Помолимся, давайте. Бысь чрева, тресертная трапезия, имущая небесного хреба, Христа Бога нашего, от него же всякие линии мира, и те, как и жиличе всех, богородицы, питатель, честнейшую, верю. И славникшую для сравнения с Афином, для застырения Бога с Творожьей, сущей Богородицкой речей. Слава Отцу и Сыну и Сыну и Святому Богу, имя и пристань, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови с нами, Бог Своей благодать, и человек, и я всегда, на ней пристань, и во веки веков. Аминь. Аминь.